А вот еще одна. Системный администратор, компьютерщик высокого уровня. Она же администратор моего сайта, Катюша Кузнецова. Это она вырастила мою Фаину. Я сейчас скажу одну тонкость. Она еще не в вашей команде. Но за этим деревом уже должен быть, где-то у вас должен быть свой, это грозбух, я как его называю, реестрик. Вот там она должна быть одной из первых. Вот это есть моя Фаина из косточки. Видели? Вы ее узнали, я нет. Почему? Смотрим дальше. Итак, 35 грамм. Скажете, ну что, в 20 раза меньше железовских. Кто, испортила сорт? Во-первых, я вам сейчас скажу. Ребята, одно из моих мировых открытий, скромных таких, я люблю их скромные. Если мы возьмем эту веточку с этого сеянца и привьем на подвойную, естественно, но ясно на какой. Вот. Тут же несколько десятков из вас решают, скажут, да, конечно, мазурский абрикос. И она снова укрупнится. Еще одно-два поколения. И она вернет свою прежнюю. Вот такую вот рыбку сын будет. Но есть одна тонкость. Вы знаете, я ее сразу не заметил. Я сейчас, когда искал эту фотографию, да, вот, а она тут же, как чувствовал, вот, Бог помогает. Я ищу фотографию, звонок, я выслал фотографию. И вот она мне присылает не просто фотографию, внимание, собрала килограммов 5-6 плодов к общей сложности с деревца. Думала, сделаю варенье. Но до консервации не дожил ни один абрикос, съели свежими. Вкус просто шикарный. О-о-о-очень вкусные, сладкие. С рыбочными смысла сравнивать нет. Кстати, внимание. Внимание. Вы в прошлом вебинаре рассказали про ось, которые ели плоды абрикоса. У меня тоже самое. С осами я не воюю принципиально. Я тоже, кстати, вот. Уживаюсь с ними отлично. Они мои помощницы. Но урожай пришлось у них отбирать. А я оставляю. И все равно они успели много съесть. Ну, ладно, нам тоже досталось. И вот смотрите. Во-первых, что мне вот интересует, однако. Урал. Там были морозы по 40 за 40. Непривитое дерево, это уже сенсация. Не замерзла. Она не просто не замерзла. Где Латинково? Они же в одном городе живут. Мне такие ужасы рассказывают. Про мороз, давайте, самое. Вот. Предпоследнего года. Предпоследнего, подчеркиваю. Дальше. Самое интересное в этом, что? Почему это дерево требует особого внимания? Ну, потому что у меня, сравнивать с моими, мой пример приводит. У меня только один год осы сожрали урожай. Полностью. Вместе с пчелами и бабочками. Только один год. Это был особый вкус, особый запах. И с тех пор у меня не едят. А что у нее? Что она написала? Внимание. Они успели много съесть. Эх, что это значит? Перевожу на нормальный язык. У меня с тех пор и до сих пор все воины, пусть они разошлись и стали разными, вот, крупнее не стали. Все чуть мельче, но вкусные. Окраска стала разная, расплылась. А их косы не едят. А у нее едят. В чем разница? Ну, вы же ученики, вы должны перед меня догадаться. Да потому что дерево не привитое на манджурца. Наверное, я догадываюсь, манджурец. А он же, мягко говоря, его едят. Помните, я рассказывал, там, главный редактор с Красноярска, фазенды, Ирина Владимировна, приезжала, увезла 2-3 ведра абрикосов. Манджурца, других не было. Вот. Не довезли. Пока катались, полотпусть, все съели. Прямо так. А, но все равно для меня они не вкусные. И получается, видимо, подвой, немножечко, может быть, там, как-то, несколько, какой-то процент сахара, там, глюкозы, убавил у привоя. То есть, повлиял. И у меня осы начали брезговать. Прямо на дерево. То, что падает по дереву, там жрут только так. Ну, там у них соперники, там муравьям не дают подступиться. Они тоже любят. А здесь на дерево не трогают. А здесь, видите, они успели много съесть. Значит, что? Вот эти абрикосы вкуснее моих. Пусть мельче. Вот какой вывод, что такое разница между привитым, непривитым.